Очень рад предоставить слово своему коллеге, депутату от Восточного административного округа, Олегу Шереметьеву. Спасибо. Я тогда по частностям не буду. Первое. Безусловно, абсолютно все, кто был задержан и осужден этим летом, должны быть не просто освобождены, они должны быть признаны жертвами политических репрессий с выплатой соответствующих компенсаций, предоставлением льгот и так далее. Что у нас вообще-то было там? Есть жертвы репрессий в той же самой Чечне и так далее, им выплачивается льгот и различные компенсации. Значит, здесь то же самое должно быть. Но не только это. Дело в том, что есть люди ответственные за то, что все это произошло и попали в тюрьму невиновные. Первое – это, конечно, чиновники, которые ограничивают право на проведение митингов, собраний, шествий и все такое прочее. То есть это сотрудники мэрии и администрации президента. То есть вообще на самом деле, конечно, их участие тоже нельзя упускать из виду во всем том, что происходило летом. То есть эти люди должны быть не просто уволены, должно быть проведено следствие, потому что это было спровоцировано и организовано. Все, что происходило этим летом, было действительно спровоцировано и организовано сотрудниками мэрии и администрации президента. Это должно быть расследовано, найти свою оценку и дойти до судебных каких-то выводов, соответственно. Второе – это, может быть, даже это нужно назвать первое. Есть одна конкретная очень большая проблема, имеющая конкретное имя – Ольга Александровна Егорова. Пока этот человек возглавляет Мосгорсуд, о правосудии в Москве можно не заикаться. Поэтому я считаю, что мы должны предлагать все усилия для того, чтобы руководство Мосгорсуду было, в конце концов, заменено. И я думаю, что мы в том числе можем внести свою лепту в это. И должны внести. То, что происходило при назначении, ведь что постоянно, самая главная характеристика для судьи, когда мы назначали мировых судей, какая была? Послушно. А когда снимали, помню, какого-то из районных, председателя районного суда, самое страшное обвинение было, что он абсолютно неуправляем. То есть все судьи в Москве назначаются, исходя из того, насколько они послушны. Эту практику нужно прекращать. То есть второе – это суды. С ними нужно, в конце концов, что-то делать, что-то решать. И третье – это полиция и Росгвардия. Ну, то, что происходило, я вот сам тоже ходил, когда участвовал точно так же в этих акциях. Я снимал, и на моих съемках видно совершенно четко, как те же полицейские и гвардейцы, они просто провоцируют, оскорбляют людей, провоцируют их на какие-то ответные действия или хотя бы там выражения, ну, как-то, чтобы они высказали. И что, в конце концов, вот эти вот люди, которые служат у нас в полиции, давайте вспомним о том, что нам всем подняли пенсионный возраст до 65 лет, а они по-прежнему уже в 40 с небольшим выходят на пенсию и на очень хорошую пенсию. То есть совсем не такого размера, как все остальные. И для них это все осталось. Почему мы должны содержать этих людей, что они делают для страны, для страны, для нас они, для граждан, ничего не делают. Они делают все только для сохранения вот этой власти, которая... Ну, к этому, я думаю, еще стоит вернуться. Ну, когда в полиции служат люди, для которых является большой травмой, когда мимо него пролетел там бумажный стаканчик, значит, эти люди попали не туда. Таких не должно быть в полиции. Тогда нужно их всех увольнять, набирайте нормальных людей. Так что, да, и еще хотелось бы сказать, что вот в странах, победившей демократии, или как это называется, да, вот они обращают внимание на то, что у нас происходит. Но у меня вопрос. Если они создают там список Магнитского, там вот эти все санкционные списки, ну, тогда, если они действительно возмущены тем, что у нас происходит, почему бы, вот, собственно говоря, им не создать новые списки? Вот этих чиновников из мэрии администрации президента, вот этих судей, там, и все такое прочее. Тех людей, которые все организовали, которые ответственны за то, что происходило этим летом, в конце концов, для них это будет большим ударом, потому что там у них находятся все их капиталы, которые неплохо было бы конфисковать, и родственники, и так далее. То есть они, вообще-то, они там, они оттуда. У нас в стране они временно. Продолжение следует...